Норильчане получили возможность сделать свой город лучше за деньги компании Норильский Никель. Любая некоммерческая организация может разработать значимый для города проект, принять участие в конкурсе и выиграть грант. Организаторы уверены, конкурс гарантирует равные условия участникам. Желающих взять на себя ответственность за будущее заполярного города уже около сотни. Подробности в сюжете далее. Весь народ, который обладает неплохим опытом работы с грантами, активно поработает с грантами здесь на территории. Они давно об этом мечтали так сильно, что придумали сразу три проекта на получение грантов. Два держат в секрете, над другим слегка приоткрывают завесу таинственности. Музейщики хотят создать интерактивную площадку на базе палеонтологической коллекции запасников музея «История освоения и развития Норильского промышленного района». Сейчас, конечно же, школьников просто привезти в музей уже недостаточно. Раньше это было нормально, а сейчас школы, детские сады, вообще молодежь, она хочет что-то более интересное. Не в плане предмета показа, а в плане формы работы. Конкуренты не дремлет. Норильская художественная галерея тоже готова бороться за воплощение своей идеи. Создание творческой гостиной, где специалисты могли бы организовывать встречи с интересными норильчанами для всех желающих. Людьми, которые состоялись в полном смысле этого слова по жизни. И людьми, которые имеют к Норильску не какое-то там косвенное отношение, а вся их жизнь, вся их работа, творчество – это Норильск. Грантовая система здесь заполяли для многих в новинку. Раньше Норникель оказывал поддержку по заявкам. Теперь приоритет – социально значимые проекты. Организаторы надеются, что это поможет повысить социальную ответственность, культуру благотворительности и волонтерство. Это общепринятая мировая практика. Теперь у таймырцев есть возможность воплотить в жизнь свои самые заветные идеи благодаря Норильскому Никелю. Желающих оказалось, хоть отбавляя последние две недели, кураторы социального проекта на рабочих местах разве что не ночуют. С начала объявления конкурса уже было проведено двумя специалистами более ста консультаций. То есть очень большой интерес проявлен со стороны населения к этому конкурсу. Организации приходят, разные муниципальные, образовательные. Так в Дудинке, к примеру, мечтают о цикле радиопередач на языках коренных народов – долганском, ненецком и венском. А представители экстремальных альтернативных видов спорта, когда услышали о программе заполярного филиала, пришли с идеей создания особых спортивных площадок для своих тренировок. Экстремальных дисциплин на Рильске – около двух десятков. Улица не адаптирована к безопасности. Люди уже не раз травматизмом страдали, лежали в больницах. И нужно создавать площадки для этих видов спорта, потому что люди реально гробят себя. Всего в конкурсе около десяти номинаций на социальные, исторические и культурные темы. А на все проекты выделено 25 миллионов рублей. Так что победителей в каждой номинации может быть несколько. Чья идея воплотиться в жизнь станет известна уже в конце года. Юлия Лебедева, Седьмой канал, Новости 24, при поддержке телекомпании «Северный город» Норильск.